Доброго времени, дорогие друзья! Всех еще раз поздравляю с уже наступившим Новым Годом 2024. Всем еще раз желаю добра, счастья, справедливости, любви, очень-очень большого достатка, чтоб ни в чем вы, ваши близкие, ваши друзья и родственники ни в чем не нуждались, и чтоб у всех у вас было отменное крепкое здоровье. В общем, ребятки, негаданно, нежданно, совершенно не планировал я ничего покупать в ближайшие месяцы, потому что уже спрашивали неоднократно, что из Матона бы я хотел приобрести. Отвечал я неоднократно, что какие модели жду. Ну, в общем, ребят, так получилось, что бах-трах, ни с того ни с сего, меня начал интересовать один смартфон, который меня интересовал уже несколько месяцев. Ну, тестируя его периодически, я себе в его покупке отказывал. Почему? Ну, потому что особо не видел смысла. И вот вышло очередное обновление, которое прокачало приложение камера в данном смартфоне. В общем, попробуйте, отгадайте, такая отгадайка на несколько секунд. Можете поставить на паузу, просто потренировать чуйку, интуицию, потренировать. Что же, какое же это смартфон, ребята? Vivo X100 Pro, Nubia Z60 Ultra, OnePlus 12, IQ 12, IQ 12 Pro или еще что-то. Что же это может быть? Что же мою душу захватило так, что я решил приобрести еще один смартфон к своим уже многим смартфонам. Именно на андроиде смартфон, ребята, делаю подсказку. В общем, вот не думал, не гадал. Действительно, я жгу. Много раз тестировал, уже много фотографий надел, фотографии в каких-то социальных сетях выкладывал, на ютюбе еще не выкладывал тесты эти. В общем, все впереди выложил. Ну и теперь у меня у самого этот смартфон, буду сравнивать с другими смартфонами, буду выкладывать тесты после всех обновлений. И, ребятки, не знаю, кто отгадал, кто не отгадал, пишите свои комментарии, кто отгадал, кто не отгадал, что было по чесноку, будет интересно. Думаю, мало кто отгадал, скорее всего, вообще никто не отгадал. Это, ребятки, он, ленинградский почтальон. Новенький, запакованный Xiaomi 13 Ultra. Это версия из Китая, версия не РСТ. Почему же решил приобрести его, ребят, по одной простой причине. Потому что купить его сейчас можно максимально выгодно, максимально дешево. А смартфон просто офигительный. Не знаю, ну, есть, конечно, определенные минусы с ним, есть определенные плюсы. Ну, плюсы, конечно же, переешивают. Из минусов сразу. Это передняя камера, которой почему-то китайцы не уделяют никакого внимания. Пишут видео в Full HD. Фотографируют не супер. Не знаю, почему. И почему Viva и в других брендах тоже кладут на это болт китайцы. То бишь, не любят, что ли, китайцы делать селфи? Я не понимаю. В общем, странная тематика. Почему-то видео пишут не в 4К, а в Full HD. Но, ребята, это единственный смартфон, который, как завещал Стив Джобс, та белая ворона, которая летит против ветра. Та рыбка, которая плывет не по течению, а против течения, ребятки. Потому что единственный бренд в мире, который пошел против современных тенденций. И, ребят, отказался в, ну, так, в кавычках, конечно, отказался. На презентации немного об этом говорили, но не совсем так это все. Не совсем он отказался, как не смогли отказаться другие смартфоны. Вот сейчас мы будем с ними сравнивать по габаритам, в первую очередь. Отказался он якобы от искусственного интеллекта обработки и постобработки в фотографиях. И фотографии Xiaomi 13 Ultra, они ближе к фотоаппарату. И что я действительно сам в этом убедился, в чем-то, что, ребятки, сравнил с Canon R6, с дорогим объективом за 90 тысяч, но и Canon R6 сам не дешево стоит. В месте связка 300-700 тысяч получается. В общем, по фотографиям, конкретно в зуме, он кое-что умеет, что мне было очень-очень нужно, но я вам покажу, в дальнейшем сейчас все расскажу. В общем, сейчас будет только распаковка, первое включение и небольшой пример фотографии. В общем, ребята, вот, смотрите, насколько я честно подхожу к вам, насколько я честно рассказываю, все делюсь. Я сейчас смог купить любой хайповый смартфон Vivo X100 Pro или Vivo X100, IQ 12 или IQ 12 Pro или тот же OnePlus 12 или тот же новенькую Nubia Z60 Ultra. Но нет, ребята, я не стал хайпить на этих именах новых смартфонов. Почему? Потому что я покупаю то и рассказываю про то, про то, что мне в первую очередь интересно, чтобы оставаться максимально самым порядочным, честным видео-техноблогером на YouTube и дальше, я не подвержен этому тенту, бренду этому как бы, вот, веням этим всем, неправильно сказал, всем этим веням, то, что надо прохайпиться обязательно на какой-нибудь новинке. Вот смартфон вышел 7 месяцев назад, конкретно в странах СНГ, в Китае он вышел вообще в конце апреля и, пожалуйста, вот я не купил никакую новинку, пошел купил смартфон, который меня интересовал в первую очередь, потому что я не хайпажор, ребята, я не собираюсь хайпиться на чем-нибудь. Мне YouTube не приносит никаких денег, для меня YouTube это просто статья бесконечного расхода и все, потому что снимаю я для души, для таких же техногиков, как и меня, которые смотрят, как и я, ребятки, для вас, дорогие друзья, кто интересуется техникой. В общем, смартфон китайский, обновлен на глобалку, гарантия по чеку, вот чек и товарный, и чек кассовый, и товарный, и кассовый чек. Цена 72 тысячи рублей, версия 12, 256 гигабайт. Ну, давайте будем его изъемать оттуда. Он запакован, он был распакован, потом они перезапаковали его, перезапаковали, конечно, так, видите, как, такая упаковка, там снизу и мои коды, поэтому, естественно, я бы это не буду показывать. А понадобится нам вот такой вот ножичек-режечек, который стоит, как этот сам смартфон. В общем, ребята, долго я думал, долго я думал брать какой, но, потестировав IQ 12 Pro, OnePlus 12 не тестировал, ничего не могу сказать, ну, нубию Z60 Ultra не тестировал, он тоже его мог купить, вот прям сейчас. Ну, ребят, потестировав, так, аккуратно, потестировав. Так, выехать давай. Это что такое? Потестировав Ultra, так, впечатлила меня Ultra тем, что, ребятки, ну, интересно, конкретно было мне его потестировать, потому что смартфон меня заинтересовал в первую очередь своей камерой, конечно, фото возможностями, не видео возможностями, а фото, потому что я жду единственный смартфон, который идет против течения, единственная компания, которая идет против течения, а течение сейчас то, что все фотографии уходят в цифровую обработку очень сильную, ребята. И цифра с фотографией, сделанной из зеркального фотоаппарата или даже беззеркального, более или менее, в кавычках, конечно, про фотоаппарата, про сегмента, она, ребята, очень разнится, очень разнится, просто колоссальная разница. Но, к сожалению, ребята, фотоаппараты тоже начали уходить ближе, вот, современные фотоаппараты, Canon, Nikon, начали они уходить тоже ближе к оцифровке этой, которую делают смартфоны. Возьмите какой-нибудь старый Canon D50, D60, Canon D7, пофоткайте на них, они сейчас стоят относительно вообще недорого, можно сказать, копейки по современным ценам. Пофоткайте на них и вы увидите, какая разница вообще, какая глубина фотографий, объектов, там, каких-то неизнательмортов, фотографий портретных и прочее, 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 конечно, разница просто колоссальная, цифровая обработка. И вот единственный бренд, который пошел против современных тенденций, это, ребятки, Xiaomi, конкретно с его флагманом, Xiaomi 13 Ultra. Также, конечно, я жду очень 14 Ultra. Ну, а вот, опять же, на старте продаж имеет смысл брать какой-нибудь смартфон или нет, когда они выходят все недоработанные. Samsung Galaxy S23 доработали только через полгода или больше. Вот когда он получил обновление UI6, и доработали камеру там, да вот в октябре, по-моему, даже, не даже через полгода, месяцев через семь, через восемь, ребятки, прокачали, наконец-таки, его камеру по полной. Вот только сейчас Samsung стоит брать. Этот Huawei вышел тоже поначалу не доработан, но прокачали его намного быстрее, месяца через четыре, и он уже вышел на новый уровень по фотографиям, потому что на старте продаж он особо не отличался от Huawei Mate 50 Pro. А вот сейчас, конечно, отличается уже сильно. И вот только Xiaomi, спустя уже огромное количество времени, тоже шесть-семь месяцев только доработали последними обновлениями камеру. Наконец-таки камера открылась по-новому. Ну и цена, ребята, супер вкусная, 70 тысяч рублей. Ну, конкретно, блин, сейчас не могу показать. Я его там в магазине, где купил, стоил 72. На следующий день, вот он сегодня, вчера его купил, вот он сегодня уже стоит, у них 89 тысяч рублей. То бишь, цена поднялась, ну, буквально, чуть ли не на 20 тысяч. Тоже немножко странный подход, немножко кризинутые цены у магазина. Не знаю, как это вообще, как цена варьировалась, может, в течение одного дня, на 20 тысяч дороже, на 20 тысяч дешевле. Как вообще такое возможно? Вот такой бред повезло, купил телефон с официальной гарантией, с чеком, с товарным и с кассовым чеком. Он будет ремонтировать в России, никуда его не будет везти, в вашем городе, где вы живете. То бишь, это максимально, конечно, удобно. Так, ребятки, ну, давайте его извлекать оттуда. Пам-пам-пара-пара-пам-пам. Тут предполагаю, что документация какая-то, чек там. Или что там? А, нет, чек у меня один этаж. А, там, наверное, чехольчик. Так, сам смартфончик. Аккуратно выехаем. О-о-о, так, хочу я его протестировать, конечно, по полной, с этими смартфонами со всеми сравнить. Так, а подождите, может, нельзя его открывать? Нельзя так достать его никак. Так, чтоб имеемый, имеемый не светит, ребят, я сейчас его сдеру наклейку сзади. Мне очень, ребята, импонируют смартфоны из задней, ну, из кожи на заднике, на задней спинке из кожи. Очень мне понравился Huawei Mate 50 Pro. Vivo в оранжевом цвете X100 Pro я не тестировал. Так, наклейку надо разделить сзади. Зачем, блин, клеить, я вообще не понимаю. В общем, мне очень нравится из кожи. В общем, вот так он выглядит. После наклейки остается вот такой немножко черный квадрат, видите, немножко отличается. Xiaomi, я не знаю, делайте премиальные телефоны, в России продаете их по 140 тысяч официалке. Здесь какой еще минус? Здесь нет двадцатого бенда. Но это, опять же, минус только для маленьких городков. Какие-нибудь там городки, типа Владимир, типа Азов, там, Анапа. Вот такие городки маленькие. Геленджик, там это, Сочи. Там это может иметь значение. Во всех остальных городах связь прекрасная. На всех остальных бендах прекрасно все ловят. И, опять же, надо проверять, какой у вас оператор. Потому что некоторые операторы не поддерживают вообще двадцатого бенда сами по себе. Ну, для меня это не проблема, потому что я, ребят, покупаю. Я его просто для тестов. Я, возможно, сюда никогда даже сим-карту вставлять и не буду, ребят. Потому что мне столько сим-карт, столько номеров телефонов мне просто и не нужно физически. У меня девятнадцать телефонов. Ну, из них, которыми я пользуюсь, телефонами семи примерно. Пятью, шестью, семью. И, естественно, у меня столько сим-карт просто не нужно вообще никак. Так, давайте вот наклеим эту черню сюда и мыть этот. А, кстати, ребятки, хотел вам показать вот на столе Дед Мороз. Дед Мороз, который стоит дороже из любого этого телефона. А как вы думаете, почему этот Дед Мороз может стоить так дорого, ребят? Да потому что Дед Морозу этому уже больше ста лет, прикиньте, ребят. Я не знаю вообще это, ну, может, еще при царе был сделан Дед Мороз. Не знаю, с чего он сделан. В общем, Дед Мороз нереально старый. Он достался моему прадедушке от его отца, получается, моему прадедушке. Моему дедушке он достался от прадедушки. И, получается, моему отцу он достался от моего дедушки, и мне он достался уже как бы тоже со временем, ну, от бабушки и дедушки, правильнее будет сказать. В общем, Дед Мороз нереально старый. Не знаю, с чего он сделан, то ли фарфор, то ли что это. В общем, статуэтка нереально ценная. Мне уже предлагал за нее человек, коллекционер, который коллекционирует фарфоровые статуэтки очень-очень большую сумму. Он предлагал у меня купить часы. У меня есть часы огромные, под два метра ростом. Часы, короче, тоже очень старые. Итальянского производства, я не помню, как они называют. Часы уже не ходят, они уже давно не ходят, их надо ремонтировать. В общем, он предложил купить только две вещи. Вот эти часы, знакомый один, который у меня периодически бывал, это Деда Мороза. Предложил огромные деньги, но я отказался, потому что для меня это просто семейная реликвия. Если часы мне не нужны относительно, тоже они мне достались по наследству, так сказать, но они мне не нужны, потому что они занимают очень много места, то Дед Мороз как бы много места не занимает, а тем более с каждым годом он только дорожает и дорожает. Вот такие вот приколы, ребята. Так что правильно инвестируйте деньги, правильно вкладывайте деньги. Вот эта вся техника, она через 100 лет не будет стоить и гроша ломаного, скорее всего. А какая-то вещь редко уникальная. Ну или техника, бывает техника, я вам покажу кое-какую технику, которая взлетела в цене в 15 раз. Я поверить не мог, когда покупал 2 или 3 года назад кое-какую технику, что на нее цена за 2-3 года улетит в 15 раз в космос, блин. Это просто жесть, ребята. Растет эта вещь кое-какая техника быстрее, чем, блин, там, биткоины, быстрее, чем акции Эйпл или акции любого другого предприятия. Но это в дальнейшем я покажу. В общем, одна из моих самых лучших покупок среди техники в плане экономического влияния, вливания денег. Так, ладно, смотрим, что здесь дальше идет. Это все такое. Территорика. Ну а здесь идет зарядка на 90 ватт. Слушайте, а мне же там в магазине где-то давали переходничок. А вот он. Дали переходничок. Магазин не буду рекламировать, ребят, потому что с магазином я не веду никакие там хухли-мухли, чтоб не подумали, что это реклама этого магазина, поэтому магазин никакой называть не буду. Тем более в магазине цена уже улетела в космос. На него стоит 90 тысяч, он там покупать однозначно не стоит, потому что ну очень дорого, ребят. Ну какой нахер, когда можно купить его там на масс-маркетах там. Ну короче, на Алике его сейчас можно купить за 75 тысяч рублей. Именно там, где проверенные источники продают. Где непроверенные источники, можно купить еще дешевле. Ну где непроверенные источники продастые, я бы не советовал покупать, потому что на Алике я, ребята, уже несколько раз так обжегся, что на Алике я больше никогда не буду покупать ничего дорогого. Вот никогда в двух компаниях на масс-маркете «Озон» никогда не буду ничего покупать, потому что эти говнососы мне один раз надержали посылку на 4 месяца. 4 месяца, ребята, я был в шоке. Я с ними ругался там много раз, они меня постоянно деньгами, короче, отплачивали, дарили бонусные рубли. Ну хрена мне эти бонусные рубли, когда я попал на более большую сумму денег. И пришлось посылку потом ждать, и очень долго получал я ее. В общем, такая беда. В общем, не советую покупать дорогую технику, ребят, на Алике, это на свой страх и риск. Именно не у проверенных продавцов. У проверенных, где вы покупали, где покупали ваши друзья, близкие, родные или родственники, покупайте смело. А именно не у проверенных всяких, там сейчас столько аферистов на Алике, и потом правоту вы свою не докажете, ребята. Сейчас уже не 2008-го, не 2010-го, когда можно было легко бабки вернуть с Алика, легко вообще в одно касание. Сейчас попробуйте там верните свои деньги с Алика, хрен что получится. Ну в общем, вот такой вот переходничок, вручили мне. И зарядочка на 90 ватт. Зарядочка, как ни странно, такая небольшая. Зарядочка какая-то своеобразная. Немножко по старым лекалам сделана. Сейчас уже у современной зарядки там 2-3 разъема поддерживать, как у Huawei, пожалуйста. Здесь, к сожалению, нет. Так, давайте посмотрим, как он одевается, насколько. О, песец, это хератин, еще и не одевается. Дали переходник, пипец. Куда его одевать, на нож, что ли? Посмотрите, он не одевается. А, ну все, я очень-очень жестко одевается, еле одел, короче. Ну, с другой стороны будет сидеть хорошо. Здесь защитный этот кожух, но оставим его, чтобы зарядка не портилась. Ну и проводочек. Интересно, сколько амперный. 5 амперный, 6 амперный. И все, ребятки, вот такой вот комплект. Ну, в принципе, комплект царский. Там же еще чехольчик идет. И на смартфоне должна пленка еще быть наклеена. Вот, на пыльную бумагу положил, уже есть в пылинках. Вот черные смартфоны, ребята, конечно, притягивают пыль. Да, пленка идет защитная. А так, конечно, выглядит офигенно. Вот сразу скажу по поводу цвета. Цвет можете любой покупать, который вам нравится. Я слышал уже от пары блогеров, что он им понравился в белом цвете. Мне в белом цвете вообще не понравился он совершенно. Ну, просто, не знаю, мне не понравился на мой вкус и цвет. Это же не значит, что все должны отталкиваться от моего вкуса. Покупайте в белом, нравится в белом, покупайте в белом. Мне вот понравился в зеленом цвете больше. Но почему-то, как из Galaxy S23 Ultra, который я хотел купить в зеленом, в последний момент я передумал и купил в черном цвете Galaxy S23 Ultra. И также в черном цвете в последний момент передумал, купил... Да, пыль, конечно, на черный цвет садится вообще нереально. И в последний момент передумал, почему-то купил в черном цвете. Так, ну потому что, наверное, в зеленом есть у каждого встречного поперечного. Проводок более или менее длинный, метр, может метр с чем-то. Сколько он амперный, я просто не пойму. А, 6 ампер, ну слава богу, не... Слава богу, да ё-моё, камера не фокусируется. Слава богу, не 5 ампер, ну и плохо, что не 7 амперный. Уже 7 амперный кабель есть, более скоростные. Ну и старый разъем USB Type-A на USB Type-C. Уже должны нажить везде USB Type-C на USB Type-C, ребят. Это, конечно, такое себе. Ну да ладно, дарьному коню, опять же, в зубы не смотрят, потому что со многими смартфонами никакой зарядки вообще уже нет, ребята. Позор компании Samsung, позор компании Apple. Якобы они за экологию. Да зачем кому рассказывать этот чувство? Просто вы продажные крысы, которые пытаетесь наварить хоть копеечку на чем угодно. Это относительно компании Samsung и относительно компании Apple. Две продажные крысы в мире смартфоностроения. Если компания Apple еще первая начала идти, то компании Samsung вообще лютый стыд и позор. Потому что компания Samsung троллила компанию Apple за то, что та перестала ложить и наушники, и блоки питания, и все остальное. Ну и прошло пару лет, и компания Samsung пошла по пятам Apple. Да и вообще, о чем там говорить, конечно же, постоянно Samsung копирует Apple. Samsung, вы, конечно, позорище полнейший. Двухкратный цифровой зум появился у Apple, и потом появляется двукратный цифровой зум сразу у Samsung. У iPhone 15 Pro Max появилось переключение 25 мм, там 28 мм, и сразу появляется Vivo X100 Pro у китайцев, то же самое приблуда. Потому что, как ни крути, ребята, инновации получаются, Apple все-таки какие-то делает. И все остальные, опять одним глазом, да то и двумя, как бренд Samsung подсматривает за развитием техники Apple. Ну, как ни крути, потому что она самая богатая компания, ребят, именно из компаний, которые производят смартфоны. Самая успешная в этом плане на поприще смартфона строения. Поэтому, конечно, за ней все подсматривают. Но это, ребята, считаю максимально неправильно, надо идти своим путем, потому что есть такое простое выражение. Он шел по стопам великих, поэтому своих следов в истории не оставил. Так и вот компания Samsung своих следов в истории не оставит. Вспоминаем компанию LG. Какая была компания, офигительно. Какое было мобильное подразделение шикарное, которое не боялось выпускать инновации. Разбирной смартфон, пожалуйста, LG G5. Смартфон с кожаной спинкой сзади, пожалуйста, LG G4. Да и там куча, куча, куча всего. Ну, слишком, конечно, она заигралась с инновациями. Компания LG выпустила какой-то ебанутый смартфон, ребята. Вот не взять, не убрать, понимаете, по-другому не назовешь. Простите меня за мой французский, так сказать. Но, ребята, просто вот от души говорю. Говорю очень эмоционально, потому что я говорю, как вижу, как чувствую. Я не хочу там никакой монтаж делать на видео по этому. Потому что хочу делиться с вами своими настоящими живыми эмоциями. Мы отличаемся от машины, от роботов тем, что мы живые люди, эмоциональные. И, в общем, ребятки, LG доигралась и выпустила очередной смартфон, который просто ее загубил мобильное подразделение. Это был LG Wing. LG Крыло переводится. Смартфон-слайдер, который мог перемещаться горизонтально вот в такой крест образовывать, то бишь сверху экран. Ну, конечно, нифига это неудобно. Нифига. Я попользовался буквально его через несколько минут хочется отдать и сказать, нет, спасибо, не надо, даже бесплатно не надо. В общем, очень странное было решение. Так что инновации все хороши, конечно, но до поведавления. Давайте посмотрим, что еще идет. Идет зарядка, идет дата-кабель 6-амперный. Ну, идет это SIM-инжектор, который в России уперто называют скрепочкой. Во всем мире никто так не называет. Только в нашей одной стране. Ну, может, еще в странных СНГ. Так, идет какая-то хиробура еще. А, ну, типа, как пользоваться смартфоном, как достать сим-карту. Понятно, все, молодцы. Ну, и какая-то карточка там, типа, оу, лейка. Так, как, короче, оказывается, вот не знаю, насколько информация правдива или нет. Читал очень много сейчас на сайте официальном лейка, читал именно, и на сайте Xiaomi читал. Включил переводчик, через переводчик с английского языка все перевел, почитал, в общем. И говорится, что в этом смартфоне линзы изготавливала, принимала участие в изготовлении линз лейка и в ПО, в программном обеспечении. Не просто в одном ПО, а еще в изготовлении линз принимала участие компания лейка. Но так ли все хорошо, ребята? Да, конечно же, нет, ребята. Я просто вот уверен, потому что тестировал в магазине недавно технопарк Xiaomi 13 Ultra. Где-то побеждал Xiaomi 13 Ultra. Где-то побеждал Huawei P6 Pro. А где-то побеждал Galaxy S23 Ultra. Потому что одного супер смартфона по камере никогда не было и никогда не будет, ребята. Никогда просто. Потому что невыгодно никакой компании делать один смартфон, который просто затмит. А, давайте уберем, распакуем, посмотрим чехольчик. Который затмит потом на все оставшиеся годы и не будут прийти никакие продажи, ребята. Потому что с каждым годом выдвигать инновации просто невыгодно. Чехольчик прикольный. Ой, слушайте, ну он по бокам скользковатый. Как странно сделан чехол. Смотрите, сзади. Так, я его тут не подеру, он пластиковый просто. Ну вот сзади вот такая поверхность, слышите? А сбоку, ой, я его попачкал. Ну вот тоже, пожалуйста, вот рукой потер, и все остается от руки уже ворсинки всякие. Ну а сбоку, ребята, просто матовая поверхность. Ну это максимальный идиотизм. Лучше бы уже здесь сделали глянце, потому что глянец вот под салфан. Вы видите, палец немножко тормозится. А по матовой поверхности, вон, палец летает туда-сюда, ребят. Ну, очень странное решение. Сзади чехол цепкий, по бокам просто никакой. Так. Посмотрел я еще раз смартфон. Да, мне нравится, как лежит в руке, но, ребят, заметил кое-что, что вот в этот палец указательный упирается. Это шайба, ребят. Модуль камеры упирается в палец. И хочется палец продвинуть вот сюда положить, вот так примерно. Видите, а вы его уже, получается, поверх модуля камеры ложите. Это, конечно, неудобно. И закрываете, заляпываете себе телевик. Ну, тоже, конечно, странное решение. Надо это как-то шайбу было или выше сделать, или чуть меньше. Ну, что имеем, то имеем. Определенно здесь вот такой вот бугор. Ну, в принципе, сделано офигенно тоже. Вот только единственное, что матово. Вот это, конечно, выглядит премиально, очень красиво выглядит там. На видео, на фото, вот эта матовость по бокам. Ну, ребята, он скользковатый. Тут в этом плане, конечно, Galaxy лучше намного, и Huawei намного лучше. А, давайте я вам обещал поговорить там. Давайте, ладно, в чехольчик засунуть. Посмотрим, как в чехольчике выглядит. Ну, в чехольчик хорошо сел. Только чехольчик, конечно, пачкается на ура. Вот тоже дуракенец бренда Xiaomi. Зеленый или белый, покупаете вы, неважно, везде идет черный чехольчик. И только с черным он гармонирует, потому что снизу интерфейсы все, органы подключения все открыты. Видите, как и сбоку еще открыты оказываются. Я, кстати, об этом не знал. И получается, зеленый или белый будет вообще по-идиотски смотреться. В общем, почему не сделать с зеленым зеленый чехольчик, ребята, из Xiaomi? А с белым с белым почему не сделать? Что за бред? В общем, прикольные смартфоны делаете. Не только топовый флагман, а еще и бюджетники очень хорошего бренда Xiaomi. Но странные такие подходы. Вот так они все в чехольчиках выглядят. Это родной чехольчик, это родной чехольчик, это покупной чехольчик, потому что компания Samsung жадины-говнядины. Не ложат ни зарядку, не ложат ни чехольчик, ничего. Так. Ну, ребята, зато Samsung, конечно, видите, за то, что у него грани не матовые, а глянцевые. Вот он идеально лежит в руке. Его можно трусить там, как хочешь, он у тебя не упадет. Можно его вот так в руке носить, он у вас не сыграет никак. А этот, конечно, ребятки, я побоялся бы так использовать. Мы прекрасно помним с вами, что компания Apple, iPhone 19, в 19-ом году iPhone 11 Pro Max и 11 Pro, боковинки какие глянцевые, потому что это более премиально. А на дешевых телефонах 11-ых и на XR-ах боковинки какие матовые. Так спрашивается, нахера было делать матовость, которая не считается премиальной, делать было в топовом смартфоне, камерафоне от бренда Xiaomi. Не знаю, ладно, давайте сравним по габаритам. Два титана, блин. Ну, по габаритам, по-моему, Samsung чуть выше, ребят, да, чуть выше. Сейчас посмотрим по толщине. И там, и там пленочка наклеена. Samsung, конечно, ребята, берешь без чехольчика в руку. В руке он ощущается как вообще вещь, ребята, реально вещь. Офигительно ощущается. Этот без чехольчика немножко страшно используют, потому что матовые, скользкие боковые рамки. Ну, слушайте, Samsung, вот единственное, что толще, видите, конечно, не совсем удобно им одной рукой пользоваться. По ширине Samsung чуть толще, ребятки. Как ни крути, я жгу, это не всегда удобно. По органам управления по интерфейсам. Здесь Samsung вообще вне конкуренции, потому что у него есть стилус. Стилуса больше нет ни у кого. Ну, а в чем-то лучше всех, опять же, Huawei, в плане того, что у него есть для нано-SD карточек отверстия, которого нету ни в Xiaomi, ни в Samsung, ни в iPhone, ни в Vivo, ни в Nubi, ни в прочих-прочих-прочих смартфонах. Поэтому Huawei в этом плане кладет всех на лопатки, чтобы можно память его взять и расширить. Ну, в общем, вот так смотрятся они. Так, камера фокусируется. Мне не нравится, что они наклеили наклейку, ребят. Вот сейчас на камеру вы этого не видите, а вот здесь от наклейки остался такой квадратик. Это максимально идиотское решение. Компания Xiaomi, я вас не понимаю. Я представляю, люди, которые покупают... Я купил за 72 тысячи рублей, а нашлись люди, которые купили его, блин, за 140 тысяч рублей. И пипец, конечно, ребят. Я представляю, как человек на телефоне за 140 тысяч рублей отклеивает наклеечку и смотрит, что у него осталось отпечаток от наклеечки. Ну, what a fuck, как так, бренд Xiaomi, вы что вообще, гоните, что ли? Да когда были, блин, на айфоне наклеечки сзади. Вы вспомните такое, блин. Как ни крути, все равно все равняются именно на айфоны. А, кстати, по органам управления они друг друга копируют. Качелька, клавиши громкости сверху и кнопочка включения-выключения снизу находится и на одном смартфоне, и на другом. Кто лежит в руке удобнее, ребят? Честно, не могу понять. Вот этот в руке лежит надежнее, но лежит неудобнее, ребят. Этот лежит удобнее все-таки, потому что у него закругленные боковинки. Я же говорю, вот эта попытка совместить круглая и квадратная в бренде Samsung меня, конечно, удивляет максимально. Да, прикольные, строгие, лаконичные такие грани у Samsung. Верхняя и нижняя, офигительно. Но при этом боковые рамки закругленные и такие довольно-таки толстоватые. Ну, в общем, странно. Так, давайте теперь его сравним с этим. Так, давайте лучше с чехольчиком оберем, потому что чехольчик такой, видите, как он. Как горка, блин, он отсюда может нафиг поехать. Вот, я тоже, ребята, вложил, блин, десятки тысяч или сотни тысяч в производство чехольчиков, а сам нашу, блин, дерьмовые простые чехольчики силиконовые. Вот где логика, спрашивается у людей на планете Земля. Да, да нигде, ребята, потому что все люди живут как хотят. Вот и все. Так, ну, ребята, вот честно скажу, честно скажу, даже с моими большими граблями, блин, огромными руками, мне, конечно, удобнее все равно использовать вот этот смартфон, ребят. Huawei P60 Pro. Потому что он меньше, чем Samsung, он удобнее, боковинки все закругленные, в руках лежит просто идеально восхитительно. Ну, давайте теперь его сравним с, по габаритам Xiaomi, 13 Ultra. Так, ну, по габаритам, ребят, Huawei, конечно, меньше, я думаю, в толщине он будет меньше, и в ширине. А вот по ширине, кстати, ну, вот имеется в виду вот так, не вот так, а вот так, не по глубине, вот эта глубина называется, это ширина, это высота. По ширине, ребята, он практически такой же. Ну, может, там на миллиметр он меньше, он, конечно, самый удобный из этих всех смартфонов. И у него, опять же, нематовые, нематовые рамки, он сидит в руке обалденно. Было бы сейчас обалденно, если бы показывал бы, Huawei бы улетел бы, разбил бы, блин, Samsung. Было бы прикольно. Так, а вот этот, конечно, трусить над Samsung, это такое дело. Вот видите, я немножко попробовал. Ну, по камере, конечно, тут шайба, это впечатляет просто, просто впечатляет. Но все ли так хорошо, я же говорю, именно в приложении камеры, мы узнаем с вами потом в дальнейшем. Потому что я уже делал тесты в магазине. Ну, в магазине как делать тесты? Максимально неудобно. Кто отвлекает люди? Так что узнает, подойдет, что-нибудь спросит. Узнают меня именно не покупатели, посетители, а узнают меня именно продавцы в техномагазинах. Потому что я туда уже захаживаю по 150 раз в году, блин, чуть ли не через каждый день, получается. День через день тестирую то ли тот, то ли иной смартфон. И поэтому, конечно, ребята, никого не хочу обидеть из вас, подосы, если кто смотрит меня. Но, ребятки, конечно, все это общение просто отвлекает. И потестировать нормально ни тот, ни другой смартфон не получается. Поэтому приходится рисковать, покупать. Сейчас я не рискую, покупаю только смартфон, который я тестирую, который мне нравится. А вот конкретно Xiaomi 13 Ultra, я не могу сказать, что он мне нравится или не нравится. Потому что я его нормально не тестировал, ребят. Купил, получается, как кота в мешке. Но кое-что, что здесь есть, уже оправдал эту покупку. Потому что мне оно пригодится на замену фотоаппарата Canon R6. Потому что фотоаппарат, чтобы так сказать, сука, оно максимально неудобно. Максимально неудобно брать фотосумку с собой, брать объектив обычный. Брать объектив такой, байонета, сменные фильтры. Да еще, если вспышку смену, то вообще надо брать фотосумку большую. А еще брать, если объектив, так это, ну не объектив, а штатив, если брать с собой. Тогда вообще пипец, какое-то мучение превращается в фото поездка любая, понимаете. Или взять любой смартфон, положить в карман и удобно поехать куда вашей душеньке угодно. Хоть полететь вообще на край света, бля. Хоть полететь за забор в Австралии. В общем, ребятки, сейчас я его буду включать, активировать. Поскольку пишу на айфон, на айфоне нет пауз, танцы без пауз. Придется делать монтаж, скорее всего. Ну или так, быстрая распаковка была и все. Это потому что там нужно все устанавливать. На телефоне ничего нет, надо, может все-таки сим-карту ставлю, проверю связь. Потому что вот по качеству связи, по качеству приема, по скорости подключения к Wi-Fi и к 4G сетям, все смартфоны работают прекрасно. А вот не все работают прекрасно, к сожалению, по разговорному динамику. О чем я уже выше говорил, ребятки. В этом плане Samsung просто вообще величие реальное. И еще лучше, это, ребятки, только айфоны по качеству связи через основной разговорный динамик, именно когда вы прикладываете телефон к уху. Поэтому нужно тестировать, тестировать и тестировать. Ладно, ребятки, над этим моментом будем уже подытаживать. В общем, примеры фотографий я сейчас его активирую, все подключу. И примеры фотографий я потом уже выложу под этим обзором. Посмотрите первую фотографию. Сейчас сделаю и ночные фотографии, и дневные фотографии. Посмотрите на скорую руку, что успею здесь. Потому что, опять же, непонятно, когда я этот обзор выложу. Не буду совмещать сразу два в одном, сразу фототест здесь устраивать и все прочее, прочее, прочее. Это просто такая, даже это не обзор, а просто распаковка, ребята. Будем называть вещи своими именами. Распаковка, первое впечатление, первые эмоции. Как мы прекрасно понимаем, первые эмоции могут быть обманчивы. Но конкретно касаемо этого случая, они не могут быть никак обманчивы, потому что от смартфона я не жду ничего хорошего, не жду ничего плохого. То бишь особо вообще ничего не жду. О минусах его все уже знаемы. Нету бенда, передняя камера фиговая, пишет видео в Full HD, никак не впечатляет. Ну и, собственно говоря, вот это из минусов и все. Из плюсов это потрясающе пишет видео на основную камеру, очень хорошо переключает видео ползунком дурацким. Ну, опять же, это ползунок, видите, неудобно. Хотя я говорил с людьми профессионалами, которые уже по 35 лет занимаются, взрослые мужики, по 60 лет с чем-то, которые уже, я же говорю, 35 лет своей жизни посвятили фотографии. И они говорят, что как раз это является профессионально, когда вот так тянешь. Потому что на фотоаппаратах нету переключений 1х, 2х, 3х, 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 5х, 4х и 10х. На всех фотоаппаратах как раз переключение все идет, ты тянешь или крутишь объектив, понимаете, кольцо объектива. Так что считается, видите, с профессиональной точки зрения, это более профессионально. Ну, конечно же, мне это нифига неудобно. Вот возьмите телефон любой. Сейчас. Samsung или Huawei. Вот. Включаем видеоряд. И на Huawei, пожалуйста, можно отдалять, можно приближать, можно еще больше приближать. И Huawei умеет даже фокусироваться на мельчайших объектах, как и Vivo, кстати, умеет. Vivo X100 Pro. Но, ребята, Xiaomi это не умеет. Я же говорю, почему же я не купил тогда ни Nubia, ни OnePlus, ни Vivo X100 Pro. Да потому что, ребятки, все это одно и то же. К сожалению, все они идут по заветам компании Google, что все фотографии переходят в полную оцифровку. Это какая-то дичь, дича, которая мне уже перестает нравиться с каждым годом, потому что это всего больше, больше и больше. Samsung вообще пошли там дальше всех в этом плане. Они сделали ужасный перешарп, который можно побороть и отключая. Но если вы его отключаете, то на основную камеру это влияет положительно. Но вот на телевики это влияет отрицательно. Телевики начинают фоткать намного хуже с смягчением изображения. А здесь смягчение изображения, его как такового и нет, потому что здесь изначально нету перешарпа никакого. То бишь это единственный смартфон в мире, сейчас, вдумайтесь, единственный среди всех смартфонов, который ближе к фотоаппаратам, нежели чем к смартфонам. Ну и как позиционирует его сама компания Xiaomi, это больше камера с функцией смартфона, нежели это смартфон. В общем, вот такие вот идеи. Мы будем тестировать, все узнаем в будущем. Все, ребятки, до новых встреч, просто была первая распаковка, первое впечатление. И сразу будет, через день, через два, сразу будет новый обзор, уже конкретно поговорим. Начнем все тестировать автономность, нагрев, производительность, как в играх он себя показывает. Конечно же, камера по фото и камера по видео. И звук из динамиков, потому что многие хвалят звук из динамиков, вот 7 параметров, которые мы протестируем. Но, ребята, пока лучше ничего, чем Huawei P60 Pro звучит с его тремя динамики, я ничего не слышал пока. Вот здесь динамик, вот здесь динамик, и, ребятки, вот здесь еще один динамик. Вот такие вот пироги. Ладно, все, дорогие друзья, до новых встреч. Качайте фотографии и смотрите их, скачивайте на смартфон, на планшет, на ноутбук, нетбук, там, лэптоп, неттоп, компьютер, ПК большой, телевизор. Скачивайте и смотрите в полном разрешении. Меня просто умиляют смешные такие люди, которые смотрят фотографии, не скачивая с Яндекс.Диска их, и говорят, ой, я что-то посмотрел фотографии, мне не понравились фотографии. Почему все говорят, что хорошо фоткает Samsung или Huawei или там Xiaomi или еще кто-нибудь. Я посмотрел или посмотрел фотографии, говорит, мне не понравились. Я вообще херею, ребята, ну просто не находятся слов. Я понимаю, что люди, не все умные смотрят YouTube, не все люди умные смотрят техно-тематику, но просто, как бы, ну, пукан просто от таких людей, недалеких, улетает в космос. Надо скачивать фотографии для вас, блогеры, те, кто выкладывает примеры фотографии, этим блогерам вообще вот огромное спасибо, потому что я сам периодически качаю, смотрю с того или иного смартфона фотографии у людей. И опять же, хорошо, когда выкладывают именно на Яндекс.Диск, потому что это максимально удобно. Конкретно русские техоблогеры, когда начинают выкладывать на какую-то дичандру или агитируют свои паршивые телеграммы, чтобы люди подписывались, выкладывают фотографии в телеграм. Ну, это жесть, ребята, это такое вообще, больше опорашиваться, я не знаю, как можно, техно-многерам, блин. Почему не выкладывать, как делает Женя с Томска, с мобилтелефона? Вот такой вот мужик, молодец, Женя, огромный лайк. Всю жизнь выкладывает примеры фотографии на Яндекс.Диске, не мотивирует никого там, никакими заманухами, переходить, подписываться в свой телеграм. Да, он, может, телеграм свой рекламирует, но не таким жалким способом, как делают другие люди, что я только фоточки в телеграм выкладываю, типа, я на Яндекс.Диске не хочу выкладывать, типа, ну, это жесть. В общем, ребята, качайте фотографии и смотрите их в полном размере, потому что посмотрите, посмотрите вы, если их в телеграме, или посмотрите еще на каком-нибудь другом интернет-ресурсе, или посмотрите даже на том же Яндекс.Диске без скачивания, там фотографии не открываются полностью, а потом вам такая дуротинь в голову приходит написать вот такую глупость техноблогерам. В общем, все, ребятки, я надеюсь, до всех дошло, что фотографии надо скачивать и смотреть в максимально хорошем качестве, на максимально хорошей технике, по мере возможностей, ну, хотя бы на той, которую вы имеете. Все, ребятки, до новых встреч, пока-пока. Турун-турун-тун. Ух! Это была распаковка Xiaomi 13 Ultra и первые впечатления. Все, покеда. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok